Приветствую вас, и то, что можно сказать совершенно однозначно, это то, что вы правы. Вы правы, когда говорите о том, что просто так одинаковые мужчины к вам не притягиваются. Да, то есть что-то в вашем поведении заставляет их обращать на вас внимание. Первое, о чем нужно сказать, это критерий отбора мужчин. Вы знаете, по большому счету все женатые мужчины носят на руке обращальное кольцо. И вы сразу, в принципе, можете увидеть, женатый мужчина или нет, по кольцу. Понимаю, что это может быть звучит банально, но как-то вы об этом ничего не написали. Говорите, что потом узнаете, что мужчина женат. А как вы узнаете? Неужели у вас все мужчины прячут кольца? Как-то это... Ну ладно, один может спрятать ну два, но вы же говорите, что это у вас на протяжении двух лет. То есть как-то вот этот момент у него очень понятен. Дальше. Места. Места и, скажем так, деятельность, хобби. В контексте, в контексте которых вы встречаетесь с мужчинами. То есть нужно постараться заниматься теми видами деятельности и бывать в тех местах, где наименьшая вероятность удовольствия встретиться с женатым мужчиной. Вот. Это, значит, тоже очень важный момент. Ну, значит, значит, это относительный момент, да? То есть момент именно такой относительный. То есть понятно, что в любом месте могут быть как женатые, так и не женатые мужчины. Далее. Следующий момент. Если женатые мужчины с вами знакомятся и знакомятся не для того, чтобы просто поговорить. Вот. Ибо, ну, все-таки в разговоре нет ничего плохого, да? Вот. Значит, если он знакомится с вами не только для того, чтобы поговорить, то это означает, что что-то именно в вашем поведении, в вашем образе заставляет мужчину думать, что вы, ну, можете быть с нему доступны. И здесь совершенно анализировать ваше поведение. Как вы себя ведете? Ага. Значит, что вы говорите? И так далее. Вот вы говорите, что я девушка свободная, недоуменькая, ничего не подозревает, знакомность спадла. Ну, знаете, вообще-то, вообще-то. Нужно для начала бы узнать, сколько вам лет. И, соответственно, с мужчинами лучше знакомятся тоже своего возраста, а не поздавше. То есть понятно, что если мужчине, допустим, 23 года или 20 лет, вероятность того, что он женат, меньше, чем если, например, мужчине с 30-35 лет. Но это тоже нужно понять понятия. Вам необходимо не вести себя так, как будто вы ничего не подозреваете. А вам лучше вести себя, наоборот, осторожно, вежливо, деликатно, держанно и общаться с мужчинами. Не важно, кто, по сути дела, женатый, неженатый. Главное общаться. Вот если увидите, что он хочет от вас чего-то больше, и если вы до этого времени не узнаете наверняка, что он не женат, ну, например, он не рассказывал вам, что у него там была жена, что он отвез, мужчины могут об этом рассказать. Вот, если он вам не рассказывает этого, то вы, соответственно, можете у него спросить прямо. Вот я вижу, что ты делаешь мягкое внимание по отношению ко мне. Я вижу, что ты хочешь сблизиться, но я, соответственно, хочу знать, есть у тебя жена или нет. Вот, ты свободен, ты или нет. Вот, и, соответственно, даже просто-напросто посмотреть на то, как мужчина проагирует или на то, что он сказал. Вот. То есть, действительно, в том, что вы притягиваете именно женатых мужчин, это ваша ответственность, не только мужчин. Но ваша ответственность пока не очень понятна, в чем она. Либо вам нужно менять свое поведение, либо вам необходимо менять свой образ, либо вам необходимо общение чуточку по-другому строить с такими мужчинами. Сказать вот так вот на основании такого вот небольшого вопроса достаточно сложно. Значит, то, что вы, видимо, привлекательны для них, для мужчин, это совершенно да, совершенно точно. Если вы знакомите с парнями, хорошо, вы знакомите с парнями. Вы знакомите с парнями, кто инициатор знакомства. Инициатор знакомства вот кто? Вы или все-таки парни. Это тоже очень важный момент. Если парнями, то, соответственно, у вас, именно вас, их что-то привлекает. Если это ваша инициатива, то, соответственно, вы как-то выбираете мужчин по каким-то критериям. То есть вы обращаете внимание не на то, например, какой человек, не на то, допустим, не на внешнюю сторону, а на что-то индивидуальное для вас. То есть здесь, понимаете, здесь нужно добираться. Вот вы говорите на протяжении двух лет. На протяжении двух лет у вас такая ситуация. Внутри дня, в которых, как бы, посчитать примерно, сколько раз у вас было такое знакомство. Там два, три, четыре, там, и так далее. И все эти знакомства вам необходимо сгруппировать и стараться выделять определенные критерии. Как вы себя вели непосредственно до начала знакомства, в этом самом знакомстве. И при каких обстоятельствах вы узнавали, что мужчина женат. Как мужчина вел себя по тем же вопросам пройтись нужно. Понимаете? И вот тогда будет это более-менее понятно. Кроме того, может быть, у вас есть подсознательный страх замужества, подсознательный страх семьи, подсознательный страх несвободы, которая кажется вам сопутствующей браку. Такое тоже может быть. И тогда это получается неосознаваемый мотив вашего такого вот поведения. Соответственно, нужно тогда с вами разговаривать на тему того, что для вас замужество, что для вас брак, что для вас семья, нужны ли они вам, если они нужны, для чего, и так далее. То есть все вот это вот нужно разбирать. Совершенно очевидно, что просто так ничего не бывает. Но если оставиться как есть, то вы можете либо быть обмануты, либо можете вот так вот и встречаться с женатыми мужчинами, да, и не встретить достойного и, самое главное, свободного молодого человека для себя. Но здесь нужно обязательно оговориться, что бывает так, что женатые мужчины, да, встречаются с девушкой другой, если у них в семье есть конкретные проблемы, могут все-таки влюбиться в эту девочку, то есть вас, и, собственно, развестись даже, и, собственно, создать семью с вами. И вот здесь тоже необходимо выяснить, как вы к этому относитесь. То есть бывает очень четкая позиция, что я не хочу разрушать семью, но, как и любая четкая позиция, она в силу своей ограниченности многое оставляет за кадром, за бордом. Вот, соответственно, нужно выяснить, как вы к этому относитесь, и не торопиться прерывать контакт после того, как даже вы узнаете, что мужчина женат. Ну, жена, ну и что? Если у него есть проблемы в семье, если вы видите, что готов с вами близиться, дайте ему сразу условия, что вот я не буду встречаться с женатыми мужчинами, это для меня принцип. То есть, если хочешь со мной встречаться, ну, пожалуйста, разведись, покажи мне договор или свидетельство о разводе, так, по-моему, свидетельство о разводе в Новгород-РС, но паспорт измененный, где их уже нету свидетельства о том, что ты женат, и тогда мы с тобой будем строить новые отношения, вот так. То есть, даже в самом факте, что вы встретили женатого мужчину, даже в этом факте, нет ничего плохого. Потому что, ну, сейчас, особенно если вы живете в городе, особенно если мужчины, как же вам встречаются около 30-35-40 лет, то там очень большой процент женатых мужчин, конечно же, вот, и тут нужно понимать, что не для всех наличие семьи является препятствием. Но главное здесь ценить себя, главное здесь уважать себя и ни в коем случае не вступать в отношения, ни в какие отношения до тех пор, пока мужчина не разведется. То есть, если он готов вступать с вами в отношения, там, всегда означать, что жена больше мужчину не устраивает, и, соответственно, он должен, сперва, закончить отношения с ней, чтобы все было честно по отношению к ней, чтобы вы не делили, да, мужчину, а потом у себя строить отношения с вами. Ну, и для вас это, опять же, будет показатель серьезности намерений вашего кавалера, что, в принципе, тоже немаловатно. Вот, это такая вот многогранная, получается, ситуация, и не стоит в ней искать какие-то вот такие крайности, да, то, что мужчина, например, свободный, обязательно будет для вас идеальным, ну, идеальным партнером. Может быть, как раз таки же партнер для вас идеальный тот, который уже побыл в семье, да, но у которого женой ничего не складывается, и который просто тяготится уже к жизни с ней, вот. Ну, это, в целом, конечно, очень индивидуально, и индивидуально требуется разбирать. Главное вам не попасть в ловушку. В ловушку, когда вы становитесь любовницей, и, собственно, находясь в положении любовницы, вы впадаете зависимо от мужчины. Вот это, конечно, уже плохо. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok